Всем здравствуйте! С вами канал История Пи. Сегодня мы поговорим о Ливерпуле. В 1170 году впервые упоминается поселение под названием Ливерпуль, что значит мутный водоем. В 1207 году король Иоанн Безземельный выпустил грамоту, по которой Ливерпуль получает статус Бору, то есть город, окруженный стенами и имеющий статус самоуправления. В середине 16 века Ливерпуль оставался незначительным поселением с пятью сотнями жителей. Значение Ливерпуля как порта на западном побережье стало расти в 18 веке с ростом работорговли и экономическим развитии американских колоний. В 1715 году здесь был сооружен первый в Англии открытый портовый док. На протяжении 19 века Ливерпуль, как и Манчестер, служил флагманом промышленной революции. К началу 19 века через Ливерпуль проходило около 40% мирового торгового трафика. Теперь перейдем к главному герою нашего рассказа – Джозефу Уильямсу. В возрасте 11 лет этот смышленый парень оставил свою семью и отправился в Ливерпуль, где устроился на работу в табачную фирму Ричарда Тейта. Джозеф хорошо продвигался в бизнесе этой фирмы. Также он открыл свою фирму. В 1787 году владелец табачной фирмы Ричард Тейт умер и управление бизнесом перешло к его сыну Томасу Тейту. Джозеф Уильямсон женился на сестре владельца фирмы в 1802 году, а в 1803 году полностью выкупил табачную фирму. Таким образом, Джозеф стал очень богатым человеком в Ливерпуле. В 1805 году Джозеф купил участок земли, известный как поле длинной метлы. Здесь он построил несколько домов без каких-либо планов и которые были самого странного описания, как пишут современники. В общем, все было хорошо, человек разбогател, построил большие дома для жизни. Но через какое-то время земля за его домами резко просела вниз на 6 метров. А в то время было очень модно иметь большие сады и огороды. И чтобы не выглядеть белой вороной, Джозеф Уильямсон на просевших участках построил кирпичные арки и перекрыл их кирпичными сводами. Таким образом, он поднял уровень земли. Сверху кирпичные арки засыпали землей и разбили огород. Наступил 1816 год, закончились наполеоновские войны. В Ливерпуле появилось много бывших военных и они все были без работы. Чтобы им помочь, как пишет Википедия, Джозеф стал нанимать бывших военных на работы и стал давать им разные бесполезные задания. Например, перемещение грунта с одного места на другое. Он также использовал людей для строительства подземного лабиринта, состоящего из подземных залов и арочных туннелей. Туннели были построены на глубине от 3 до 15 метров и простирались на несколько миль. Джозефу особо не нужны были эти туннели. Он их создавал, чтобы дать работу людям. В 1840 году Джозеф умер и туннели были заброшены. Вот почитаешь Википедию и душа радуется за Англию. Какие замечательные люди там жили. Настоящие филантропы. Вот Джозеф, какой добрый человек, увидел, что у ветеранов войны нет работы и придумал им занятия. Переносить землю с места на место и копать подземные туннели. Туннели находятся в районе к востоку от Ливерпульского собора. В прямоугольнике ограничено Мейсон-стрит, Гринфилл-стрит, Смитдаун и Паддингтон. Их полный размер неизвестен. Многие из них заблокированы обломками и щебнем. Они различаются размерами от банкетного зала, который составляет 21 метр в длину, 8 метров в ширину и 6 метров в высоту. Есть также туннели меньшего размера. Продолжим историю туннелей Ливерпуля. В 1830 году открылась железная дорога между Ливерпулем и Манчестером. Она была уникальным сооружением для своего времени. Поезда тянули паровыми локомотивами. Длина дороги составляла 56 километров. Дорога начиналась с двухкилометрового туннеля, проложенного под Ливерпулем. Сквозь туннель, названная Элд Хиллским, вагоны тянулись буксировочным тросом при помощи стационарного двигателя, установленного в Элд Хилл, так как для локомотивов туннель имел очень крутой уклон. После Элд Хилл вагоны до Манчестера тянулись локомотивом. В общем, в период с 1829 по 1848 год было построено 4 туннеля. Это туннель Кроуд-Стрит 1829 года. Одноканальный туннель длиной 266 метров. Это старейший туннель в мире, проложенный под улицами города. Клопинский туннель 1829 года. Двухкилометровый двухколейный туннель. Первый железнодорожный туннель в мире, проложенный под городом. Туннель Лайм-Стрит. Двухколейный туннель длиной 1,8 километра. Был проложен под городскими улицами. Туннель Ватерлоу. Построен в 1848 году. На случай затопления туннеля была выстроена дренажная система, оборудованная мощными насосами и способная удержать 300 тонн воды в специальных отстойниках. По всей протяженности ливерпульских туннелей до сих пор можно увидеть вентиляционные башни из красного кирпича. Две из них были разобраны. Но оставшиеся несколько башен до сих пор служат указателем местоположения туннеля. Как мы видим, под Ливерпулем существует большая сеть туннелей с кирпичными сводами. Историки даже не скрывают их существование. По ним даже проводят экскурсии. Историки объясняют происхождение туннелей причудами миллионера, типа он захотел помочь безработным ветеранам войны и придумал им занятия. Копать бесполезные огромные туннели, обкладывать их кирпичом и все это для блага людей. Другую часть туннелей приписали к строителям железной дороги. Но мне вот кажется, что Ливерпуль это какой-то древнейший центр допотопной цивилизации. И не зря в начале 19 века он был промышленным центром Англии. Мне кажется, именно из Ливерпуля распространялись технологии по всей Англии. Именно в Ливерпуле сохранились те технологии, которые были утрачены в других местах. А туннели Ливерпуля это допотопные сооружения, служившие для выживания людей во время глобальных катастроф. Эти туннели похожи на станции подземного метро. Люди жили под землей и по этим туннелям передвигались на каких-то неизвестных нам поездах. В 40-х годах 19 века часть этих туннелей приспособили для современной железной дороги. Посмотрите на вытяжки над туннелями. Похожие вы можете увидеть над метро в Москве и Петербурге. На этом все. Смотрите мой канал.